Здравствуйте! В студии Анна Туполева. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях экономики Донского региона. Итак, сегодня в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Донском регионе уже нашли работу более 600 жителей Украины. На границе и в пунктах временного проживания размещена контактная информация службы занятости. Вакансии можно просматривать и в режиме онлайн. Особенности трудоустройства и адаптации беженцев обсудили участники круглого стола. Подробности в материале Валентина Назаренко. За одним столом собрались законодатели, экономисты, представители региональных служб занятости и самих вынужденных переселенцев. Говорят о наболевшем. Властям Донского региона сейчас важно не только предоставить беженцам жилье, но и хорошую работу. Анализ, который показывает большое количество прибыло трудоспособного населения, которые готовы приложить свои руки, свой интеллект, свое образование для работы, для деятельности, для повышения своего материального статуса. И поэтому, конечно, есть много экономических, законодательных, политических моментов. Одним из организаторов встречи выступила группа компаний «Аванта». Это крупнейшее агентство по подбору и обучению персонала. По мнению Айча-менеджеров, сейчас работодатели, исполнительная и законодательная власть должны объединить усилия, чтобы помочь украинцам адаптироваться в России. Женщины бизнеса, общественная организация, мы решили сделать этот стол с целью объединения и выработки непосредственного алгоритма. К нам непосредственно обращается очень много работодателей, которые всегда могут ответить на вопросы, каким образом оформлять украинских граждан, в соответствии с каким статусом, что делать, если у них, например, нет диплома. Эффективную работу по консультированию жителей Украины проводит региональная служба занятости. По словам Сергея Григоряна, есть даже отдельная база данных. Там предоставлена информация из других российских регионов. 20 из них уже готовы трудоустроить более 3000 беженцев. Это рабочие места с предоставлением жилья и полного соцпакета. Они обеспечены интернетом, что позволяет им смотреть вакансии не только Ростовской области, их на сегодняшний день 47 тысяч вакансий, но и вакансии по всей России. Это более 2 миллионов вакансий. Анкетирование показывает большинство въехавших взрослых из Восточной Украины – женщины. До начала боевых действий они работали в сфере торговли или общепита. А большинство мужчин – профессиональные водители, шахтеры и строители. Надо понимать, что многие люди желают через какое-то время вернуться и они просто пережидают эту ситуацию. То есть она настолько разная и насколько она отличается, что с каждым индивидуально, с каждой семьей, с каждым человеком приходится работа. По итогам обсуждений был составлен алгоритм бизнес-процессов по трудоустройству беженцев. Участники встречи отметили – прием на работу вынужденных переселенцев должен быть оформлен документально. Валентина Назаренко, Андрей Коробко. Главное – бизнес. 9 сентября состоится конкурс на разработку первой линии Донского метрополитена. Об этом сообщает агентство «Интерфак» со ссылкой на данные системы «Спарк Маркетинг». Конкурс проводит управление метро Ростова. Начальная максимальная цена контракта – 942 миллиона рублей. Согласно документации, максимальный срок выполнения работ – 26 месяцев с момента заключения муниципального контракта. Прием заявок завершится 31 июля. Напомним, комплексная программа развития транспортной отрасли Донской столицы до 2025 года предполагает, что разработка проектной документации по строительству первой линии метро должна быть завершена до 2016 года. Другие новости экономики Ростовской области. Коротко в информационном дайджесте. В Ростовской области начался прием документов на участие в первом региональном конкурсе IT-проектов. Победители получат премии в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Управление информационной политики правительства области. Главная цель проведения конкурса – создание благоприятной среды не только для выявления, но и развития социально значимых проектов в сфере высоких технологий, произведенных непосредственно донскими специалистами. Конкурс проводится по трем номинациям. Лучший IT-проект в социальной сфере, лучший интерактивный веб-портал и лучшее приложение для мобильных платформ. Заявки на участие принимаются до 23 сентября. Продажи легковых автомобилей в России за минувший месяц сократились на 17%. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса. По мнению экспертов, основная причина – снижение продаж автоэконом-класса зарубежных брендов, на которые приходится 75% отечественного рынка. В результате ослабления рубля большинство иностранных марок ко второму кварталу подорожали на 4,7% и потребителям к новым ценовым уровням еще только предстоит привыкнуть. Кроме того, повышение цен компенсировало ослабление рубля не полностью. Это заставило дилеров уменьшить активность по части скидок и специальных предложений. Центробанк включил облигации Центринвеста серии БО-10 в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по кредитам и сделкам ЦБ. Об этом сообщает Пресс-служба Донского кредитного учреждения. Размещение данных рублевых облигаций состоялось в конце мая на ММВБ на сумму 3 млрд. рублей. Срок обращения облигаций 5 лет с оферты через полгода. В настоящее время на рынке обращаются облигации Центринвеста 5 выпусков общей номинальной стоимостью 9 млрд. рублей. 47 проектов на общую сумму 39 млрд. рублей. Таковы затраты на создание гостиничной и туристической инфраструктуры для проведения игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Степень готовности объектов обсудили участники Совета по инвестициям. Подробности далее в нашей программе. Хаят Ширатон Ибис. В преддверии Мундиали в регион пришли лучшие гостиничные операторы. По словам директора департамента инвестиций Светланы Соколовой, 6 отелей с общим объемом инвестиций 30 млрд. рублей вошли в программу подготовки города к Чемпионату мира по футболу. Строительство гостиниц Меркюр, Эрмитаж, Ширатон идет в графике. Все эти гостиницы будут введены в эксплуатацию в 2014 году. Вместе с тем по проекту Агросоюз Сюкруси, по строительству конно-спортивного комплекса в городе Ростове-на-Дону, выполнены предпроектные работы, подготовлено техническое задание на первый этап проектирования. Но в настоящее время по реализации проекта мероприятия приостановлены в связи со значительным повышением арендной платы за основной участок. Строительством комплекса занимается Агросоюз Юг Руси. Инвестиции составят 21 млрд. рублей. По соседству с новым стадионом будет построен конно-спортивный кластер с ипподромом, конюшнями, манежами, пониклубом и развлекательными центрами. Здесь же построят и четыре отеля категории трех и четырех звезд. В преддверии спортивного события мирового масштаба девелоперы активизировали вялотекущие стройки. Один из самых известных долгостроев – ростовский Хаят. Как известно, проект был заморожен в 2009 году. А в 2013-м Дон Плаза получил от Внешэкономбанка 3 млрд. рублей на завершение строительства с условием субсидирования кредитной ставки из областного бюджета. На Совете по инвестициям обсудили дальнейшее развитие событий, так как сейчас компании не хватает 400 млн. рублей на достройку. К дефициту привело колебание валютных курсов. Инвестор обратился в адрес правительства Ростовской области с просьбой оказать содействие в настоящее время и ходатайствовать перед Внешэкономбанком о увеличении кредитных ресурсов на 400 млн. для того, чтобы закрыть этот разрыв для реализации проекта по плану 4 квартала 2014 года. Уже практически готов каркас здания. 16 надземных и 2 подземных уровня. Общая площадь объекта составит 64 тысячи квадратных метров. В него будет входить пятизвездочный отель, трехэтажный паркинг, 12 конференц-залов, офисы и торговые галереи. Отель даст городу тысячу новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в комплекс почти 4,5 млрд. рублей, а срок окупаемости – 8 лет. К концу года будет также построен Исоха Гранд-отель в Азове. Для города это уникальное здание, так как будет оборудована вертолетная площадка. А в Ростове завершается строительство отеля «Деламан» и гостиницы «Ибис», сообщила Соколова. Мария Индрикова, Станислав Оменко. Главное. Бизнес. И на сегодня это все. До встречи на нашем канале завтра в это же время. Главное – оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова